Здравствуйте, уважаемые студенты! Будем проходить вот таким образом лекции наши. Наша тема будет называться «Постулаты теории относительности. Раздел элементы теории относительности». Давайте мы всё это запишем с вами. Получается, элементы пишем вместе со мной. Элементы теории относительности. И тема «Постулаты специальной теории относительности». Стоп! Так и написала. Если вы это не поймёте, вы можете написать дальше «Специальные теории относительности». Прежде чем я начну эту тему объяснять, давайте мы с вами повторим классическую механику. Решим задачки с речкой и с лодкой. Вот у нас получается речка есть. Все мы прекрасно знаем, что у речки есть определённая скорость. Например, скорость речки в данном случае 0,5 метров в секунду. И он течёт в эту сторону. Тогда, и давайте ширину речки тоже обозначим, ширина речки это 100 метров. Допустим, из этой точки А, в точку В, вот эту точку, должен плыть какая-то лодка с какой-то определённой скоростью В лодки, равной 1 метр в секунду. Раз уж он плывёт поперёд реки, то его чуть-чуть будет сносить. То есть, он не выпопадёт, а вот в В штрих. Затем, он должен вернуться обратно с В штрих, обратно в это расстояние. То есть, обратно параллельно сюда С штрих. Скажем так, С. Но его обратно занесёт. Вот так. Вот здесь где-то лодка будет плыть. Скорость сюда его занесёт С штрих, скажем так. Тогда вопрос. Найдите время, за которое эта лодка пройдёт от точки А до точки В штрих и от точки В штрих до точки С штрих. Давайте мы будем это всё решать. Нам известно из курса математики ещё то, что расстояние, путь равняется, скорость умноженная на время. Отсюда у нас время равняется, расстояние делить на скорость. Вот это наша формула, это у нас ключевая формула. Давайте рассмотрим тут. В данном случае мы не будем планения, мы пренебрегаем, мы их не будем считать. Тогда, грубо говоря, эта лодка проплывает от А до В. Получается сколько? 100 метров, потом с В до А, С, обратно 100 метров. Посчитаем. Тогда полный пройденный путь, в данном случае Т равняется, полный пройденный путь 100 метров сюда и 100 метров обратно, это 200 метров, делить на скорость лодки. Скорость лодки в данном случае 1 метр в секунду. И у нас получается 200 секунд. Вот, 200 секунд. Тогда давайте мы с вами рассмотрим другую задачу, а именно задачу такую. Вот у нас получается тут берег, скажем так, вот здесь где-то от точки А проплывает тоже лодка в эту сторону. Вот сюда, например. Расстояние, которое он должен приплыть, это 100 метров. То есть мы не меняем расстояние. Здесь, скажем, пункт В. Тогда мы знаем до этого, то что это речка. Значит, если это речка, у него есть скорость. Скорость 0,5 метров в секунду речки. Тогда вот эта лодка плывет сюда. Как он плывет? Он плывет сонно-направленно с речкой. То есть их скорости, направление их скорости совпадает. Потом из точки В он должен обратно сюда плыть. Обратно же этой скоростью В лодки сюда плывет. Как он плывет? Он плывет до этой точки. Он плывет против течения реки. Давайте мы с вами запишем. Тогда в первом случае, первый случай, да? Первый случай. По течению реки. Как плывет? Как у нас скорость получается речки? Лодки. Это и есть скорость лодки 1. Это и есть скорость самой лодки, собственно, плюс скорость реки. В данном случае, самой лодки это 1 метр в секунду, и реки это 0,5 метров в секунду. В общем, 5,5 метра в секунду. Затем, второй случай. Это у нас против течения реки. Течения реки. При таком случае, тогда скорость лодки 2, при втором случае, это скорость самой лодки минус скорость реки. Это получается 1 минус 0,5, 0,5 метров в секунду. Опять же, тут обратно мы ставим вопрос, за какое время, за какое время лодка проходит из точки А в точку В и обратный путь. Тогда, при первом случае, давайте запишем Т, первый случай, по течению реки. Я записала вот так. Тогда это получается расстояние С делить на скорость, в первом случае, 0,5 метров в секунду. Это есть 100 метров делить на 1,5 метра в секунду. Посчитали? Примерно это 67 секунд. В втором случае, Т, второй случай, против течения реки. Это означает 100 метров разделить на 0,5 метров в секунду. И это есть у нас 200 метров в секунду. Не метров, а просто секунд. Тогда Т общая. Сколько у нас будет? Т общая. Это есть 67 секунд плюс 200 секунд 267 секунд. Смотрите, насколько они отличаются? Почти на 67 секунд. Хотя у них расстояние одно и то же было. Во втором случае, мы стали учитывать уже скорость реки. Вот. Повторили. Первую часть, получается, мы с вами повторили это механика. Почему теория относительности все-таки? Почему Эйнштейн до него додумался и что он нам дал? Плюсы и минусы, да? Я стираю, надеюсь. Успели все переписать. До этого мы с вами изучали классическую физику, да? Классическую физику. Вначале мы с вами изучали физику Ньютона, да? Потом нам прибавилась моллюплярная физика, потом нам прибавилась еще электродинамика. Но смотрите, в электродинамика первый раз вышел, когда ученый есть Максвелл, мы его уже проходили, вы даже по нему вроде бы доклад писали, вот Максвелл выдвинул новую теорию. Вот. И эта теория, он противоречил теорию Ньютоновской физики. И для того, чтобы вот это противоречие решить и дать ответ, почему так происходит, великие умы, на то время это были Лоренц, Герц и Эйнштейн, начали выдвигать свои теории. И теории Лоренца и Герца были опровергнуты, но теория относительной Эйнштейна, он не опровергался. Таким образом, теория относительной Эйнштейна, получается, классическая физика, это частный случай теории относительности Эйнштейна. Но это потом. Таким образом, Эйнштейн выдвинул два постулата. Я не буду говорить, каким образом выдвинул, при каких обстоятельствах, просто я напишу эти постулаты, а вы его должны написать, потом дальше будем работать. Первый постулат, это принцип относительности. Что это означает? Это означает то, что любые процессы природы, они одинаковы во всех инерциальных системах отчёта. Это первый постулат. Второй постулат, это под названием принцип постоянства скорости света. Это означает то, что скорость света в вакууме одинаково во всех направлениях и во всех инерциальных системах отчёта, ни смотря ни на источник, ни на сигнал, который принимает этот свет. Получается, это второй постулат. Надеюсь, вы успели это под диктовку записать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok